Приветствую всех на канале VGames, с вами Вова Мару и в этом видео я расскажу как поиграть в клинок рассекающего демона на компе бесплатно ничего не покупая. Для этого нам немножко придется потанцевать с бубном, потому что единственный способ это запустить через эмулятор Nintendo Switch. И вот я буду рассказывать как что делать, поэтому ребята поддержите лайками, а мы начинаем. Итак, первое что мы делаем, скачиваем эмулятор Nintendo Switch в УЗУИ. Все ссылки будут в описании, поэтому если что-то мы скачиваем, что-то переходим, смотрите все в описании. Скачиваем эмулятор, нажимаем Download for Windows 64, по крайней мере у меня так. Оно скачалось, окей. Жмем установить, я устанавливать не буду, потому что он уже меня установлен. Вот видите, он у меня уже установлен. Запускаем эмулятор. Сразу, ребята, говорю, чтобы у вас все нормально работало, вам нужен, ну и говорят, минимум 6-ядерный процессор. Не знаю почему так, но это так. Если у вас комп говно, ну простите, ну делайте на свой страх и риск. Может заработать, а может и нет. Итак, вы зашли в эмулятор. И у вас, скорее всего, когда вы запустили эмулятор, у вас появится ошибка. Там что-то будет написано про ключи. И нам нужно теперь скачивать ключи. Ключи доступны на моем Boost. Ссылка будет в описании. Переходим на Boost и вот, находим пост ключи для эмулятора УЗУИ. Скачиваем. Вот вы скачали архив. Вы скачали архив. Переходите туда, где вы его скачали. Копируйте. И теперь возвращаемся в эмулятор. Нажимаем файл. Открыть папку УЗУИ. Тут находим папку ключи. Открываем эту папку. Видите, у меня ключи здесь есть, но я их удаляю. У вас их не будет. Берем, вставляем сюда папку. И извлекаем. Текущую папку. Все извлекаем. Вот это все. Хоба. Вырезаем. Да, слишком долго и муторно. Можно все было сделать по-другому. Я просто не хотел вам показывать всякую хрень. То, что у меня творится на компе. Лишнее можно удалить и можно оставить. Вот, главное. Короче говоря, нам главное переместить содержимое этого архива, ключи в папку с ключами эмулятора. Закрываем папку. И теперь. Третий шаг. Третий шаг нам нужно что? Нам нужна сама игра, конечно же. Поэтому, ребята, что делать? Переходим по ссылке. Скачать игру. Demon Slayer. Кемецину Яйба за хиноками хрониклс. Вот. Это образ для Nintendo Switch. Скачиваем торрент. Скачиваем. Все. У вас пошла загрузка. Какое-то время нужно видеть вес 11 гигов. Какое-то время проходит. Вы скачали игру. Итак. Вы скачали игру. И теперь, наконец-то, можно уже запускать. Жмем файл. Ну, либо можете кликать два раза на эту папку. Ну, я делаю так. Жмем файл. И загрузить папку. И что нам нужно? Вы скачали папку с игрой. С торрента только что. И нам нужно указать путь к этой папке. У меня, вот видите, я сделал специальную папку отдельную. Это у вас совершенно может быть другой путь. Это все не важно. Главное, чтобы вы указали папку Demon Slayer. Хиноками Хроникл с кемициной Яйба NSP. Выбираем. Что ты гонишь? Все у нас содержит. Так, ребята. Проблема была в чем? Если у вас вылетела такая же шепка, как у меня. После вставки ключей перезапустите эмулятор. Просто выйдите с эмулятора и запустите заново. И опять же укажите папку. Вот видите, как получился путь. Games, ла-ла-ла. Главное, чтобы вы нажали на эту папку. И вот сама игра. Также, ребята. Была проблема, которая, возможно, у вас будет. Если появилась просто пустая папка, а игры нету. Опять же, жмем закрыть эмулятор. И опять же запускаем заново эмулятор. Он должен обновиться. И у вас должна появиться игра. Теперь, вы можете сломя голову нестись и запускать игру, два раза щелкнув по ней. Но я предлагаю запустить параметры. Параметры эмулятора. Смотрим. Графика, в первую очередь. Если у вас слабый комп, ставьте сразу разрешение. Вообще, лучше ничего не трогать. Здесь стоят стандартные настройки, по-моему. Но я что-то тут полазил, поэтому немножко все изменил. Окей. IP. Главное, что IP, это через что будет запускаться, на чем будет работать эмулятор. В основном нужно ставить вулкан. Если у вас работает вулкан, ставьте вулкан. Управление. Без управления вы не сможете играть. Запускаете, вы не запускаете игру, вы ничего не сделаете. Тут настраивайте управление. У меня все просто, потому что я играю на этом, на геймпаде. Тут уже сами настраиваете. Допустим, выберите... Ну, тут это контроллера нет. Кейборд. Выберите клавиатура и мышка. И настраивайте там, допустим, кнопочка вверх. Вы видите, даже здесь что-то уже настроено. Так. О, ё-моё. Что тут у меня? Все, ребята, переходим к самому желанному, ради чего мы здесь собрались. Запускаем игру. Два раза щелкаем просто на нее. И ждем. Надо сделать тише, потому что сейчас начнется, блин. Наверное. Алло! Сейчас будет игра слишком громкая, наверное. Не будете меня слышать, будете слышать одну игру. О, вот. Допустим, 30. Все. Посмотрите, игра пошла. Да ё-моё. Она мне пытается старые сохранения просто найти, ребята. Почему так происходит? Ребята, у вас такого не будет, потому что я специально для вас удалил игру. И хотел показать все с самого начала. То есть у меня, я уже играл в эту игру на эмуляторе, все проверял. И она у меня сделала сохранение. И теперь она пытается найти старые сохранения. Сейчас, видите, я их удалил. Поэтому не думайте, что это какая-то ошибка, или что-то тут не шарю. И сейчас, ребята, вы видите проблему, которая у меня была изначально. Вот, смотрите, я запускаю игру. У вас, возможно, тоже будет эта проблема. Эта проблема, не знаю, скорее всего, с вашей видеокарты. Либо, не знаю, либо эмулятор сырой. Обычно вулкан на моей видеокарте поддерживается. В таком случае, когда у нас просто игра вылетает, вы должны сделать следующее. Запускаем опять узуй. Уй, узуй. Ну, я не знаю, я привык говорить узуй. Конечно же, это не узуй никакой. Так, и теперь эмуляция параметра. Меняем. OpenGL ставим. Ставим вот так. Если у вас видеокарта Nvidia, то выбирайте ассамблерные шейдеры только для Nvidia. И теперь игра точно должна запуститься. У меня запускалась только вот на этом параметре. Мне это вырубило вообще старые видюхи, когда у меня были. Я всегда играл только на Вулкане. Да какая бы там видюха ни была. Это, скорее всего, проблема этого эмулятора. Совместимости с моим компьютером, не знаю. Потому что на других эмуляторах все работает, Вулкан. И работал. Ну, теперь ждем. Управление может быть немножко. Вот, смотрите, Танжера сразу забегал внизу. Справа. Проблема может быть только в том. Так. Так как, ребята, это Nintendo Switch. Хотя, честно, я не шарю, я не буду говорить. Demon Slayer. Кимитсуно Яйба. Смотрите, сразу. Нам столько всего. Новый тут кидают. Не даю. Ну, видите, катсцена началась. Пропускаем ролик. Вот игра. Для себя я из минусов увидел только то, что на эмуляторе, когда играешь, графика говняная. Ну, а вы можете все растянуть. Все изображения растянуть. Настройках. Так, ребята, я предлагаю... Я сейчас пройду обучение и покажу вам, как все дальше выглядит. Ага, он мне предлагает... В общем, ребята, вернемся через несколько секунд. Так, ребята, хочу сказать, что... Как сделать игру на полный экран? Нажимаем на клавишу F11, игра у вас на полный экран. Так, ребята, вы заметили, что... Игра с английской озвучкой. Но, не переживайте, все можно поправить. Мы сейчас... Сейчас закончим эту сцену, я перейду в главное меню, и мы настроим... Японскую озвучку, как в аниме, в оригинале. В красоте в этой. Ха, почему я так плохо нажимаю? Потому что управление перепутанное почему-то. Итак, ребята, меняем быстренько опции. Ставим главное меню. Язык японский. Да, емаю. Я говорю, что управление перепутанное. Нет. Да, емаю. Все, да, готово. Changes. Все. И давайте зайдем, покажу вам режим против. Что у нас тут доступно? Да, емаю. Ух ты ж, емаю. Кого они там нам показывают? Настройки. И вот, ребята. Все доступные персонажи на данный момент. Мы сейчас прошли первую миссию. И да, ребята, смотрите. Это самая первая версия игры. Здесь нет DLC. То бишь, нету ни гютара, ни даки. Но, ребята. Их можно установить в DLC. И за них, за даки, гютара, и за всех новых персонажей. Абсолютно всех, которые доступны в этой игре. Можно играть. Поэтому, ребята. Видос. Как установить DLC. Будет на моем бусте. Также вы можете сами это все настроить. Не дожидаясь моего видео. Это очень легко. Так, блин. Не ту кнопку нажал. Ну и, конечно же, доступна только одна арена пока что. Потому что мы еще не прошли пол игры. Чтобы все было доступно. Все, ребята. Видите? Все работает. Все работает. Все у нас работает. Графика мне, конечно, не нравится. Но все-таки для тех, кто не купил игру, и у никого нет возможности поиграть в эту игру, такой вариант хоть как-то подходит. Ну, конечно, главное еще компьютер нормальный. Макома добила его. Молодца. Все, ребята. Отлично. Так вот она работает. По крайней мере, у меня. Надеюсь, у вас она будет работать получше. Нет? Ух ты ж, е-мое. Танжиро, ты что творишь? Ну? Ну? Танжиро, ты что творишь? Танжиро. 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 что ж ребята думаю на этом моменте я заканчиваю свой гайд который очень сильно растянулся за то что я показываю геймплей надеюсь установка и настройка была очень простая для вас и понятное ну вы можете конечно задавать вопросы но вряд ли чем-то помогу потому что я такой же пользователь как и вы я не создатель эмулятора поэтому если у вас какие-то возникнут трудности вам проще погуглить и напоминаю что видос как установить dlc и играется за всех 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 персонажей будет на бусте смотрите все ссылки в описании по гайду по установке всем спасибо за просмотр ставьте лайк если вам понравилось видос она была полезным всем пока